Источник токсичных испарений в новом детском саду номер 9 на улице Акуловой найден и ликвидирован. Во вторник здание посетили представители мэрии, общественники и журналисты. История этого детского сада печальна. Уже возведенный, подключенный к коммуникациям, с косметическим ремонтом и мебелью для малышей он пустовал три года. Построили сад еще в 2016-м, ввели в эксплуатацию, но получить лицензию помешало обнаруженное в ходе проверки превышение вредных веществ в воздухе, в частности фенола и аммиака. Причина стала понятна почти сразу – некачественные стройматериалы. Но вот поиск источника вредных испарений занял годы. Для этого пришлось скрывать полы, стены, чтобы взять образцы на анализ. Попутно обнаруживали себя и другие изъяны строения. Полы теплые, на ясельной группе. У нас колорифер вышел из строя. Затем были проблемы со штилем, источником бесперебойного питания. Масса трещин по зданию, небольших. Проблемы с мебелью, которая не соответствовала СанПИНу, установленная подрядчиком. Не были должным образом сделаны медблок, в котором изолятор не было, окошко слухового. За то время, что сад не эксплуатировался, на исправление ошибок строителей и проектировщиков было потрачено более 4 миллионов рублей. Застройщик убытки, причиненные городскому бюджету, так и не возместил, объявив себя банкротом. Отношения с ним перешли в судебную плоскость. Приоритетным для города было все же найти источник опасности и обезвредить, чтобы сад, наконец, начал работу. Всего за три года проведено 6 экспертиз. Весной специалисты Роспотребнадзора взяли пробы чердачного утеплителя. И предположение подтвердилось. Источником токсичных испарений был именно он. Сейчас старый утеплитель в здании полностью демонтирован. Последняя проба воздуха оказалась чистой. После того, когда утеплитель был удален и проведение повторных лабораторных исследований, мы считаем, что воздух в настоящее время находится в норме. И на этом этапе санитарно-эпидемиологическая реабилитация здания закончена. Новости хорошие, но детскому саду предстоит пройти еще ряд проверок, прежде чем он получит лицензию. Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии обследуют воздух, воду, микроклимат и освещенность. До этого момента нам как раз две недели на то, чтобы положить новый утеплитель. Нам нужно косметические небольшие ремонтные работы провести, чтобы заделать трещины и те выемки, которые были сделаны для того, чтобы посмотреть, качественные ли материалы были использованы при строительстве. И пройти, конечно же, саму процедуру лицензирования. В молодом микрорайоне много молодых семей с детьми. Открытие детского сада ждут. Население, которое расположено по данному адресу, и плюс еще Соснево. Я знаю, что частный сектор, потому что строительская общественность обращается и очень хотят сюда попасть, именно в этот сад. На мой взгляд, сад уже вполне готов. Запаха никакого нет, приятные впечатления, освещение прекрасное. Но сад вполне готов. Уставать прогулочным площадкам и группам осталось недолго. При благоприятном развитии событий детский садик откроет двери для дошколят уже в следующем году. Так что финал у этой истории все же счастливый. Наталья Гутарина, Антон Осипов, РТВ Иваново.